Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, началась недельная глава КИТАВО. Ну, не самая легкая глава, но где было легко перед самыми экзаменами. Предыдущая глава начиналась со словами «когда выйдешь», а нынешняя со словами «когда придешь». И, естественно, это сочетание названий побуждает искать связь между главами. По законам, обычно нашей логики, тот, кто вышел, обязательно куда-то придет. Естественно, что между этими двумя действиями лежит определенный путь. И вот этот путь влияет на идущего. Все, что связано с нашими действиями, порождает будущее. Мы всегда заложники своего прошлого, мы всегда заложники своих действий. Нам не на что обижаться. Через две недели будут поставлены весы наверху. Заповеди лягут на одну сторону, а грехи на другую. Через две недели мы предстанем перед Великим Судом. Через две недели откроют книги живых и мертвых. Через две недели мы пройдем перед Творцом и предстанем перед ним написано по одному. Каждый со своим узелком, со своей сумкой, наполненной делами. Как мы говорим всегда в молитвах прощения, как бедные и как нищие стучимся мы в твои двери. Нечего нам сказать и не можем мы поднять головы. Если люди считают, что нет, я без грехов, нормально, все прожил как надо, все, ну это другие люди. Слова и слушать его голос означают, что на нас лежит обязанность держать уши, глаза открытыми, с тем, чтобы пытаться уловить послание Творца. Он нам отправляет послание каждый день. Раф Салантер как-то проходил мимо лавки сапожника поздней ночи и заметил, что сапожник при туслом свете работает и чинит очередную порогу. Раф Салантер спросил, уже так поздно, почему ты еще работаешь? Сапожник говорит, пока горит свеча, можно еще что-то исправить. И с этого простого ответа Салантер, он принял его очень близко к сердцу. Он понял, что это верно и про человека. Пока его свеча горит, то есть душа находится в теле, и человек жив, он может исправить еще самого себя. В Талмуде есть известнейшая история про Раби Акиву. Раби Акива был неграмотным до 40 лет. И вот однажды он проходил мимо ручейка и увидел, что камни вдоль ручья обтесаны водой, которая непрерывно льется. И человек понял, что если твердый камень может изменить форму под воздействием воды, то Тора, который сравнивает с водой, может пробиться в него и стал учиться. И стал великим Раби Акивы. Вы понимаете, если человек видит что-то, это все для него. Вот он увидел в камне и в воде послание Всевышнего. Это послание изменило жизнь. Бавшантов учит, что любое услышанное слово, каким бы случайным и бессмысленным оно ни казалось, предназначено именно для твоих ушей. Все, что вокруг происходит, происходит для тебя, в твоем кусочке мира. Сейчас самое время подвести итоги, проанализировать все, что происходило. Не существует ошибок. Сказали наши мудрецы, только уроки. Неудача – это неотъемлемая часть будущего успеха. В это надо поверить, но надо проанализировать то, что было. Потому что сейчас время подведения итогов. Сейчас время действия. Многие хотят просто чудо. Вот, по роду, хотим чудо и все. И такое, кстати, бывает. Есть даже каббалистический древний рецепт, как привлечь в жизнь чудо, гарантированный. Есть написано, если хотите чудо, 72 раза поблагодарите Всевышнего за 72 разные хорошие вещи, которые происходят в твоей жизни. И тогда будет чудо. Проверьте. Но, вернее, не полагаясь на любые чудеса, просто просмотреть прошедший год. Что не так сделано, что можно еще исправить. Пока горит свеча. Надо вспомнить слово мудрецов, что большинство трагедий в нашей жизни являются следствиями нашего поведения, слепоты и неосторожности в пользовании словом. И это надо исправлять. Сейчас время действия, а времени мало. Рэбе говорил, что когда вы спрашиваете, где взять силы, чтобы действовать, ответ очевиден, Всевышний даст нам силы. Иногда силы приходят до того, как человек начинает действовать, иногда после. Если человек даже устал, Всевышний видит его усилия и даст ему силы. Надо быстрее приступать к лечению души. В лечении болезней тела существует два пути. Лечить травмированный больной или ослабленный орган. И второе, укреплять здоровые органы, чтобы они могли возобладать над больными и ослабевшими органами и подлечить его. Также поступать с болезнями души. Есть два пути слушания. Раскаяние и добрые дела. Подумайте об этом. Еще надо помнить. Спрятаться, уйти от своей миссии не получится. В Писании сказано, умножая мудрость, умножаешь огорчение. А добавляя знания, добавляешь скорби. Чем больше человек знает и чем больше он развит, тем больше в его жизни трудности. Это совершенно неизбежно. И человек, конечно, может сказать, не хочу развиваться, не хочу духовного, хочу избежать всех таких трудностей. Но это все равно, что сказать, не хочу быть человеком, хочу быть животным. Чтобы избежать проблем, связанными с человеческой жизнью. Все будет так, как считает Творец. Написано много замыслов в сердце человека, а сбудется только предопределенное Всевышнее. Так лучше по-хорошему. Брахава от слаха всего самого-самого лучшего.